бога ящера многие сегодня называют владыка подземного мира на и на деле в одном из своих видео о мирах древних славян я уже говорила что на это многогранный непростой мир и заявлять в едином его владыке сложно есть два самых ярких изображений ящера змея двуглавый одной головой на западе закладывает солнце внутри него течет река что относит светило в другой голове кое извергает на востоке его обратно второе изображение это змей что окружил своим телом мировой океан и не дает ему вытечь уже давно известно что история славянского и русского народа насчитывает несколько больше поколений чем принято считать у нас сегодня а в различных источниках упомянуты разные величины и границы и располагались наши предки эти факты неизбежно повлияли на мифологию славян и русов которая разница но имеет несомненно один корень ящер по другим трактовкам змей в разных сказах он великий полос или морской царь его называли по-разному к слову о подводных существах рекомендую вам небольшой приключенческий рассказ тины фархулиной не охотясь на лау-лау осиливается на одном дыхании а стиль повествования навевает воспоминания о творчестве александра дюма ссылка в описании и так ящер был владыка подземного мира нави коему приравнивали подводный а также любой что был ниже поверхности земли матушки мир именно змей по преданию с приказа сварога поднял с подводного дна сушу а после окружил мировой океан своим телом наверное судя по мифам можно сравнить ящера с христианским сатаной вспомню легенду как бился змеи с тем же сварогом а как победил его бог кузнец запрятку кой сделал сам и пропахал землю так по преданиям пустились у нас реки овраги а из земных отвалов образовались коры сатана или сатанаил такое было еще одно змеевое имя некоторых источников но если христианский дьявол считался абсолютным словом что ни в коем случае не удостаивается никакого почета и уважения то у язычников ящера всячески задабривали дабы тот не серчал на людей новгородцы половцы даже создали ему капище на берегу озера ильмень отсюда возникло еще одно имя ящера ильм хотя и многие полагают что это совершенно другое божество связанное с водой я сейчас не буду отсылаться к источникам которые повествуют о домашних русских ящерах которыми кипят разнообразные ресурсы причем только списанных слов иностранных гостей скажу лишь что архитектура древних фрески и так далее говорили о почитании нашими предками змей подобных существ более всего как раз в новгороде и в пскове откуда породился этот бог среди разнообразия славянского пантеона есть много разных предположений самое известное что сама мать сыра земля была ему матерью а есть менее значимая гипотеза что правда тоже имеет место быть взятая для моего романа цепь рода вот что один из героев говорит своему сыну род породил сварага свараг породил дождь бога дождь бог породил богу мира богу мир породила русы и ильма рус породила рот что 40 тысяч лет как есть отец наш ильм живет поныне в крови избранница твоей те кто забывают корни не имеют силы всегда помни пращеров своих и тебя никогда не забудут из-за смешения многих богов сегодня нельзя точно сказать был ли подводный царь ильм тем самым змеем ящером однако оба несомненно имеют некоторые сходства тут же вспоминается эпопея славян садко что все мы слышали играл тут у ильмового озера на необычных гуслях тому самому царю а его инструмент отражал некое подобие мироздания на нем была изображена птица как представитель мира праве конь и лев отображали собой явь и наконец мир на олицетворял змей так по поверье многие создания славянской мифологии и боги в том числе своим существованием поддерживали нерушимое в равновесие добра и зла лишь умерев человек получит рождение лишь отдав что-то мог получить взамен